Два месяца 2016 года уже побили рекорд аналогичного периода прошлых лет по количеству погибших и пострадавших. Из 136 пожаров 100 несчастных случаев произошли в частных домах. В Абакане сгорело 32 постройки, 20 в Черногорске, в Усть-Абаканском районе 15 и по 12 в Сейногорске и Аскидском районе. Особый противопожарный режим объявлен в этих районах, а также в Таштыбском, Ширинском и Аджоникизовском. В основном это жильё неблагополучных семей или безработных граждан. Из 13 погибших 10 были в алкогольном опьянении. Халатность жильцов частного сектора поражает даже МЧСников. Опасности подвергают не только себя, но и соседей. Вот этот бы был датчик. В каком бы состоянии человек бы не был, но я думаю, что элементарный вот этот датчик за 300 рублей. Кстати, я вот себе... Вот такой. Я же бы могу разбудить любого. Пожарные такие извещатели даже бесплатно раздавали в ветхие дома. Однако в следующую проверку мини-сирен уже не было. Либо ломали, либо продавали. Жители частного сектора надеются на авось. Ни на какие профилактические разговоры они не обращают внимания. А ведь погибших в собственных домах могло быть и больше. С 1 января пожарными было спасено 98 человек. Хочу остановиться на примере пожара, который произошел сегодня ночью в городе Черногорске. Так, в двухквартирном частном жилом доме возникло возгорание. И только благодаря бедительности соседей, которые находились за стенкой, двое граждан были спасены. И если людей вывезти из горящего дома успевая, то спасти имущество редко удается. Ведь в 0-3 обычно звонят, когда дома уже полыхают. Чтобы изменить ситуацию, МЧС решили использовать опыт красноярских коллег. И вышли с инициативой к правительству Хакасии. Создать целевую программу, где резервируются деньги малоимущим многодетным семьям на ремонт проводки и печей. А также оплачивать труд добровольных пожарных бригад в селах. Еще раз обращаюсь к сознательности всех граждан нашей республики. Будьте, пожалуйста, бдительны и не допускайте всех тех мероприятий, которые могли бы привести к возникновению пожара. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия.